Позволю себе продолжить на неинфекционную тему обеспечения функциональных результатов и, собственно, поговорим прежде всего о нервосохранении. История вопроса, я ее уже не буду касаться, она здесь чудесным образом была освещена предшествующими докладчиками, только свои пять копеек в то, что касается нас. Мы имеем на все счет собственную историю, она не менее интересна, она зачастую более драматична, но еще раз подчеркну не менее интересно, это, собственно, Раст Гаврилович Салищев, выпускник Императорской медико-хирургической академии, который, собственно, делал промежностные простатоктомии еще до господина Янга. И он не, так сказать, он не публиковался в англоязычной печати, тогда, собственно, было принято публиковаться либо в немецкоязычной, либо во франкоязычной, но, тем не менее, 895 год, обратите внимание, он сделал всего лишь шесть простатоктомий, по крайней мере, описал шесть. Дальше он трудился в Томском университете, где, собственно, в Томске и похоронен, поэтому мы имеем собственную историю на сей счет, по крайней мере, вот в таком изложении, к сожалению, катаклизмы страны не позволяют нам, возможно, знать ее в полной мере, но она есть. Поэтому я Хью Хэмптон и Янга поместил на второй слайд, а не на первый. Ну и, собственно, поэтому эти вещи я пройду, потому как мы, собственно, уже о них поговорили. Это вот, собственно, те рисунки Волша и Донкера. То есть идея-то понятна. Донкер – это, в общем, детский анатом, патологанатом датский, который случайным образом, как это иногда бывает в таком пароэрологическом мире, действительно, за бокалом вина встретился в баре с Волшем. И вот они там воссоединились, опоздав на одну из секций. И далее, собственно, просто-напросто навестили друг друга в лаборатории, в частности, в Волш в лаборатории у Донкера. И далее, собственно, вот эта идея нервов, которые идут не внутри предстательной железы, а на поверхности, она стала очевидной. И она была доказана. И, коль скоро эти доказательства, собственно, свершились, они были анатомически подтверждены, тогда, собственно, и появилась идея того, что сохранение потенции возможно принципиально при радикальной простатоктомии. То есть эти нервы не пронизывают всю предстательную железу, и удаление простаты гарантированно к этому приводят. Ну, в общем, это были года до 1982-го, потом стало все более-менее прилично. Вот те самые цифры, о которых я говорил, к которым все стремятся, но ни у кого не получается. Но, тем не менее, Волжь их продемонстрировал. И продемонстрировал их достаточно рано. Это была открытая техника, как таковая. Ну, и что я хочу сказать. На самом деле здесь это тоже сфера таких, ну, во-первых, сугубых наших интересов. Это сфера, ну, каждого из нас, в какой-то мере оперативной гордости, безусловной, и, возможно, разочарований. Почему? Потому что существует много писательных техник. Опять же, от Вуали Афродиты, то есть, знаете, уже такие вот буквально мифологизированные моменты. Вуали Афродиты звучит-то как? Не всегда так красиво получается, но звучит замечательно. Ну, и здесь много моментов, которые есть резон обсудить. И, конечно же, начнем с анатомии сосудистых нервных пучков и сосудистых нервных волокон. Вот, собственно, картинки, которые со времен Волша из 2003 года практически демонстрируются по поводу того, что пучки находятся в определенных местах, они хорошо визуализировались еще и на компьютерных томографиях, которые, ну, собственно, мы исполняли достаточно часто до внедрения в практику МРТ. Мы ничего не знали с вами о латеральных поверхностях, а передней поверхности, наконец, о задней локализации пучка. Как от кого мы знали? Вот есть один, есть второй, там есть нервы, там есть сосуды, там есть жировая ткань. Ну, и, собственно, мы понимали, что все это имеет отношение к пуденальным сосудам, мы знали иннервацию и многое не знали из того, что знаем сейчас. А сейчас мы знаем, что на самом деле предстательная железа практически, вот, предстательная железа находится в нейрональном гамаке. То есть практически вся пронизана, она не пронизана насквозь, но то, что ее поверхность покрыта этими нервами, этими нервными окончаниями, которые отчасти ее пенетрируют, но большей частью располагаются на поверхности и идут снизу вверх главным образом, причем уменьшаясь в объеме, но не в сегментарном своем присутствии к сфинктеру, по сути, подходит вплотную к сфинктеру, таким образом, так скажем, объединяя эти две проблемы или два вопроса в один и тот же, по сути, в один. Я хочу сказать, что даже если мы исходили бы с вами из традиционного описания расположения сосудистого нервного пучка, то это вот, собственно, работа Костелло и соавторов. Даже сам по себе пучок, уже не говоря о поверхности предстательной железы, на самом деле неравноценен. В чем его неравноценность? В том, что если вы посмотрите на пучок, то, оказывается, различные части пучка имеют различные отношения к различным структурам, рядом лежащим. Ну, например, латеральная часть пучка – это иннервация и кровоснабжение леватора АНИ, которая имеет малое отношение или меньшее отношение непосредственно к эрекции. Медиальная часть – это, собственно, сама предстательная железа, большая часть пучка, непонятно, куда ее стратифицировать таким образом, имеет отношение ко всему. Ну, и нижняя часть имеет отношение к иннервации и кровоснабжению прямой кишки. И это все в пределах одного сосудистонервного пучка. Все, в общем, не так просто, как хотелось бы. Или, наоборот, так сложно, что становится крайне интересно. А интересно следующее, что если мы с вами посмотрим на предстательную железу, то почти треть нервных волокон представлена на передней части предстательной железы. Может быть, таким образом мы этим банчингом, который предложил еще Майерс, выключаем как минимум треть волокон из того, чтобы… И таким образом изначально ставим себя и пациента в уязвимое положение в отношении нервосохранения. Мы понимаем, что все, что мы обсуждали ранее, имеет отношение к постролатеральной части. Но там только половина нервных волокон. И если мы посмотрим далее на анализ трупов и, соответственно, распределение нервов, то увидим следующее. Если мы посмотрим на базис предстательной железы, то примерно 6% нервных волокон приходится на переднюю часть предстательной железы. Речь идет об одной стороне предстательной железы. Если в середине чуть-чуть увеличивается количество волокон, конечно же, главным образом располагаясь в зоне, которую мы и относим к традиционному расположению сосудист нервного пучка. И когда мы смотрим на апекс, количество волокон становится чуть больше. Это чуть вдвое, чем там, где в базисе. Но эти 11% сконцентрированы именно там, где самая тонкая зона, которая и подлежит той тщательной пекальной обработке, о которой мы говорим уже не первый доклад. Сама по себе работа, в общем, с одной стороны, понятная, с другой стороны, фиксирующая наше внимание на тех вещах, которые, казалось бы, носят такой не самый главный характер. Однако крайне важна, когда мы говорим об этих цифрах, о этих высоких цифрах. Это уже наши фотографии, где мы, на самом деле, смотрим на… где мы просто покрасили нервные волокна. Это предстательная железа, псевдокапсула. И оказалось, что на самом деле в самой псевдокапсуле мы видим нервные волокна. И, соответственно, это те, которые сохраняются при сохранении нервных волокон. И нервные же волокна мы видим и в перепростатической жировой ткани. Их ничуть не меньше, чем, естественно, преобладающая часть их находится в перепростатической ткани предстательной железы в том числе. Далее мы здесь парасимпатические и симпатические вещи не разделяли, потому что это еще один предмет последних дискуссий. Оказалось, что в самой предстательной железе присутствуют как парасимпатические, так и симпатические представительства в одном ганглии. Либо ганглии являются и парасимпатическими, и симпатическими, и располагаются в предстательной железе. Поэтому вот такая строгая концепция парасимпатической и симпатической нервной системы отношения предстательной железы, возможно, не всегда работает. Или, по крайней мере, она гораздо сложнее, чем то схематичное представление, которое мы с вами имеем. Наконец, еще одна работа, которая, может быть, не играет существенного, не оказывает существенное влияние на наши результаты, но, тем не менее, существует параллельно с нашим представлением о том, что мы можем и что не можем при нервосохранении. Это работа, которая посвящена, по сути, изучению толщины перепростатической фасции, которая является основным тензором, который противостоит нам при любых тракциях предстательной железы, вне зависимости от техники и доступа. Оказалось, что если эта перепростатическая фасция толще, а эти вещи видимо на трехтесловом МРТ, например, то вероятность сохранения потенции в руках одного и того же хирурга у разных пациентов, в зависимости от толщины фасции, тоже разная. И что касается неразберегающей радикальной простатоктомии, там, где фасция толще, естественно, ректильная функция лучше и сохраняется. Единственный момент, который кажется странным, что при этом толщина фасции не коррелирует, например, с возрастом и объемом предстательной железы, но с теми прогностическими факторами, которые мы тоже увязываем с ректильной дисфункцией, которая случается, например, после радикальной простатоктомии. Но еще раз, сильно коррелирует с лучшими результатами ректильной функции не только сохранение, но и толщина этой дорсолатеральной фасции. Ну, опять же, видимо, за счет того, что это является таким позволительным элементом, который нивелирует наши, так сказать, такие усилия в кавычках по части избыточной тракции как таковой. Предоперационная диагностика. В отношении предоперационной диагностики, опять же, обращусь к трехтесловым исследованиям, это наши, опять же, исследования здесь приведены. Мы видим, что, на самом деле, когда мы с вами говорим только о изображении как таковом, мы далеко не всегда видим очаг, когда мы, соответственно, используем DVI-EDC, мы видим несколько больше, появляется то изображение, которое мы можем относить уже к злокачественному поражению. Однако, мы знаем работы, которые нас, ну, не обескураживают, опять же, в отношении МРТ, но мы точно знаем, что МРТ занижает объем опухоли, и таким образом, казалось бы, ну, знаем и знаем. С другой стороны, когда мы говорим о нервосохранении, мы должны, собственно, понимать, насколько опухоль близка к капсуле, к псевдокапсуле предстоятельной железы, и здесь это один и тот же пациент. Вы видите, что, казалось бы, эта опухоль находится в толще периферической зоне, тем не менее, мы видим, что опухоль далее, оказывается, практически имеет контакт с капсулой предстоятельной железы, и, вероятно, имеет капсулярную экстензию после удаления предстоятельной железы и нарезки. Ну, собственно, так она, вот, если сопоставлять эти рисунки, так, собственно, выглядела визуально как таковая. Поэтому, когда, ну, мы часто достаточно используем трехтесловые исследования. Для чего? Ну, для того, чтобы видеть чуть-чуть больше, хотя, опять же, вы встретите работы по поводу того, что полторы теслы, три теслы, какая разница, когда вы, в некоторых вопросах, действительно, какая разница, это, наверное, имеет резоны, но некоторые вещи делать проще. Ну, например, оценивать расстояние от поражения в предстоятельной железе до капсулы, вот здесь, например, измерено, до контакта с капсулой, протяженность контакта с капсулой, ну, и, наконец, вероятную экстракапсулярную экстензию, которая влияет на выбор техники. Опять же, воссоздание техники – это другой вопрос, но выбор, он, собственно, может быть сделан заранее. Еще одна работа, которая говорит о том, что МРТ целесообразна здесь, это та работа, которая говорит о том, что площадь сосудистонервного пучка, которую можно теоретически, да и практически посчитать, она коррелирует с восстановлением ретильной функции и коррелирует в том числе и с континенцией, о которой мы говорили чуть ранее. Видите, ну, здесь просто эта работа, где сравнивалось две группы с различными средними площадями пучков, где во второй группе ситуация была существенно лучше в отношении удержания. Интероперационная диагностика. Ну, мы знаем, что идеальное нервосохранение, вернее, безопасное нервосохранение там, где менее одного позитивного столбика, если это сохранение фасции на стороне поражения, это пальпируемое поражение вдоль, вероятно, должно отсутствовать, глистин должен быть не более шести. Ну, и использование frozen section, в общем, помогает в какой-то мере нам этот вопрос близости опухоли к капсуле прояснить и, вероятно, выхода. Но если мы посмотрим с вами на гайдлайн, они чуть более, чуть более в этом смысле дают нам большую свободу. Во-первых, говорится о том, что МРТ показано у пациентов с промежуточным высоким риском, но нервосохранение может быть выполнено при сохранной потенции у пациентов с низким риском экстрапарстатической экстензии и соответствующими показателями, которые похожи на те, которые в предшествующем слайде как таковом, степень доказательности приведены. И здесь надо сказать, что если мы имеем дело с пальпированной опухолью, эта пальпированная опухоль имеет очевидный очаг, мы затрудняемся в размере, но под пальцем очевидно. Это работа, которая говорит о использовании frozen section у пациентов, которые имели пальпированную опухоль и, тем не менее, подверглись нервосохранению. Осознанно, ну, в смысле, целесообразно ли или нет, но, собственно, давайте посмотрим. Существует нейросейф, хорошо вам известный, предложенный Мартини Клиник. Публикации ранние появились в начале 2000-х, более поздние работы 2012-2013 годы. Это Бейера и Шлома. Опять же, далее, в начале, это первая публикация касалась открытой техники, затем адаптации для роботической простатоктомии. Ну, и здесь с нейросейфом вроде все более-менее прилично. Прилично в смысле понятно. А понятно следующее, что оказалось, что сам по себе нейросейф громоздкая процедура, требующая не менее получаса, а, возможно, и больше. Тем не менее, посмотрите на снижение вероятности позитивного хирургического края в достаточно серьезных ситуациях. ПТ-2, ПТ-3А и далее ПТ-3Б даже. Ощутимое увеличение частоты использования нервосохраняющей техники, в том числе при стадии ПТ-3Б. Вопросов много, но морфологический факт как бы приятен глазу, как минимум. И в этом смысле, надо сказать, ну, в этом смысле мы тоже, в общем, пошли по такому же пути, чуть видоизменили эти вещи. Видоизменили относительно немного, но из тех вещей, которые здесь видны, просто-напросто пекальную часть начали отдельно прокрашивать. Это отрезанный кусок, соответственно, от предстоятельной железы и пока, что называется, в движении. Но понимаем, что эта вещь значима тогда, когда ты стремишься к нервосохранению и не знаешь эту грань, где нервосохранение может быть избыточным. Избыточным, то есть вступающим в конфликт с онкологическими интересами, прежде всего теми, по поводу которого выполняется радикальное вмешательство. Поэтому интероперационный frozen section, видите, это критическое замечание, может быть полезен, но, вероятно, не способен предсказать фокальную микроскопическую инфильтрацию фасции. Ну и, соответственно, вопросы к контрлатеральной стороне остаются, но это скорее вопросы к фокальным техникам, нежели к frozen section. Ну и это еще один критический анализ, на который уже ссылались в отношении хирургической анатомии простаты. Здесь говорится о том, что экстракапсулярная экстензия – вопрос миллиметр. У пациентов, у которых экстракапсулярная экстензия присутствует, все же нервосохранение возможно, но, опять же, это весьма и весьма серьезно отобранная группа. И тут появляется тот термин, о котором мы уже говорили – инкрементальное нервосбережение, то есть частичное нервосбережение на стороне, где экстракапсулярная экстензия может присутствовать. Здесь много такого теоретического, но, тем не менее, хирургическая техника. Варианты диссекции понятны. Интрафасциальная диссекция, как самое, что ни на есть, сохраняющая, это интерфасциальная диссекция между слоями. Вот здесь, как раз, отвечая на вопрос, повторно на вопрос Сергея Борисовича, здесь, конечно, можно часто блуждать из слоя в слой, понимая, что на самом деле эти вещи, даже при роботической визуализации, они не всегда выполнимы только в пределах одного слоя, но, тем не менее, называется, всегда стремишься к лучшему. Очевидно, после, конечно, удаления представительной железы, где была интерфасциальная, где интерфасциальная диссекция, в общем, видно, собственно, и на препарате. Если мы сравним эти техники там, где более-менее была интерфасциальная или более-менее интерфасциальная техника, то мы увидим, что восстановление ректильной функции, естественно, лучше там, где использовалась интерфасциальная техника. Если сравнить ее с интерфасциальной, видите, это 80-57% через 15 месяцев, через год, вернее, имеев более 15. Но, опять же, работа это 2014 года, недостаточный период наблюдения для оценки онкологических результатов, то есть вообще здесь нет такой онкологической критики, проблемы как таковой, мы сейчас говорим только о нервосохранении. Хирургические края, интерфасциальная техника, существенная разница, 45-19% это работа Альма Мариса автором, 15-й год, наличие эрекции через 2 года 86-65%, там и там различия существенные, особенно вот эти, такие, так сильно напрягают и сильно расстраивают. Понятно, что все эти варианты диссекции, с одной стороны, связаны с тем, что возрастает риск позитивного хирургического края, с другой стороны, чем выше этот риск, тем лучше нервосохранение. К сожалению, эти вещи действительно являются конкурентными в целом ряде ситуаций, которые касаются средних и больших размеров опухоли. Основные принципы нервосохранения непонятны, опять же, детальная анатомия, еще раз, анатомия в свете последних событий, в свете последних пониманий расположения сосудистых нервных волокон, тракцию в любом случае надо минимизировать, тем более, что мы с вами толщину фасции практически не оцениваем никогда, а вот есть, ну, несмотря на то, что существуют уже подобные работы, термическое воздействие в зоне пучков минимизировать, опять же, нет резона, наверное, исключать его напрочь и тем более вообще исключать, нарываясь на, собственно, последствия отсутствия адекватного, так сказать, адекватного гемостаза. Ну, и оптимизация визуализации, которая на сегодняшний день, ну, становится, слава богу, все лучше и лучше. Поэтому, по большому счету, надо понимать, что мы не видим с вами нервов, мы видим единственные идентифицированные ориентиры, это сосудистые структуры, в том числе и на роботе ты видишь только сосудистые структуры как таковые. Поэтому следование по артериям – один из принципов, который позволяет сохранить кровоснабжение и, соответственно, эректильную функцию, повреждение простатической артерии, ну, соответственно, говорит о том, что сосудистый нервный пучок уже инкрементально, то есть, сохраненно, а уже не полностью как таковому, что как минимум замедляет восстановление потенции, вероятно, ухудшает, то есть, в определенных сроках и цифры восстановления как такового. Сохранение фасций. Что тут, собственно, можно сделать? Ну, во-первых, существуют различные техники, в том числе и в пределах, например, той же роботической хирургии, там, этих вариантов техники куда больше, это, ну, одно из наиболее таких привлекательных, один из привлекательных моментов – это инуклеации загружающих фасций. Ну, и надо сказать, что если мы имеем дело с интерфасциальным ростом опухоли, все-таки это является противопоказанием для сохранения фасций на стороне опухоли как таковой. Нервосохранение припознанной технике Сергей Борисович рассмотрел достаточно подробно, я себе позволю в том числе высокий релиз пропустить. Ну, когда, ну, здесь все понятно с пучками при открытой технике, они видны, видны в традиционном их расположении. Надо сказать, что я здесь хочу ложку джогтя прибавить в отношении, там, роботической хирургии. Это лепор, причем относительно недавно, 11-й год, хотя это целая эпоха уже для хирургии рака предстоятельной железы. Какой аспект лечения рака предстоятельной железы улучшает роботическая операция? 97% у меня удерживает полностью мочу. Потенция. Единственное, в чем нам необходим качественный скачок, но я не уверен, что робот поможет. Он не уверен, но прошли годы, собственно, уверенность эта несколько окрепла, хотя бы в понимании вот этих слоев, которые, еще раз подчеркиваю, видны, собственно, куда лучше и позволяют, по сути, знать, как минимум, когда выполняет полное, когда частичное, то есть инкрементальное нервосохранение. И здесь надо сослаться на работы, на которые ссылался Сергей Борисович. Сейчас это работы «А шо, что ж это варе». И надо сказать, что наряду с работами, наверное, к этим работам есть резон прислушиваться, потому что техника исполнения его роботических операций феноменальна и заслуживает такого тщательного рассмотрения, на мой взгляд. Он выделил степень нервосохранения. Первая степень – рассечение денонвелье, латеральной тазовой фасции, вне простатической фасции. Вторая степень, третья и четвертая, где нервосохранение не выполняется. Не буду описывать их все, посмотрите только на результаты. Эти результаты говорят о том, что в первом варианте возможно 90% вариант полового акта с пенетрацией влагалища адекватным, ну и, соответственно, восстановление до того уровня, который у пациента был до операции, видите, у почти 82% пациентов и так далее, по мере уменьшения, в зависимости от того, какая степень нервосохранения здесь использовалась. Надо сказать, что существуют работы, которые говорят о том, что чем шире сохраняешь ты фасцию, тем, естественно, имеешь лучший результат. И, казалось бы, очевидно, однако существуют даже формулы и попытки просчитать, как объем сохраненной фасции влияет на остаточную сексуальную функцию. И это одна из работ Ванда Пойля и Блока с соответствующей формулой, которая имеет, конечно же, куда более, знаете, научное значение, чем, кстати, использование ее в повседневной практике, и тем не менее она не безинтересна. Вуаль Афродит, с которой я, так сказать, с улыбкой отозвался, и тем не менее Менни Меннон и практика в Атикуте института говорят о том, что, в общем, сама по себе техника обеспечивает высокую степень нервосохранения. И здесь надо сказать, что следующим шагом является не только сохранение Вуаль Афродита, вот здесь вы видите как раз этот вариант, но и инкуляция предстательной железы там, где ты уверен, что ты не соприкоснешься с опухолью. Вернее, такой абсолютной уверенности быть не может, но это более-менее, так скажем, позволяет шансы подобные реализовывать. То есть относительно малые объемы опухоли и на МРТ, и при биопсии. Различные техники с сохранением рецевого пространства, которые позволяют, ну, с одной стороны, либо спереди обходить предстательную железу, либо сзади. По сути, как я говорю, инкулировать буквально как пасхальное яичко, это предстательную железу. Предшествующий слайд как раз вот эту технику и демонстрирует. Имеет ли это резоны в отношении нервосохранения, или это просто такой хирургический выпендреж, как таковой? Ну, что это, опять же, наши препараты, мы покрасили те препараты, где мы использовали Вуаль Афродиты, и, по сути, элементы традиционного нервосохранения, и то, что мы получили в результате инкуляции. Вот стандартное нервосохранение. Оказалось, что, по сути, вы видите псевдокапсулу, вот она, чуть деформирована, и то, что осталось на предстательной железе, в том числе и с нервными окончаниями, это нервосохранение с сохранением рецевого пространства. Псевдокапсула переместилась на передние позиции, то есть все вот это, что осталось на предстательной железе, это осталось в организме. Увеличило ли это онкологические риски? Мы пока не знаем, да, это должна быть селективная группа, безусловно, но это точно увеличило вероятность восстановления потенции, вероятность, которая пока не имеет подтверждения в цифрах в наших исследованиях. Поэтому сошлюсь на тех, кто уже использует эту технику. Опять же, техника, которую можно использовать только у очень селективных пациентов, у очень хорошо отобранных пациентов. Рецеус сперринг, соответственно, это работа, вы видите, из заглавия. Это комбинация лучшего, чего достигнула ретропубикальная и перинеальная радикальная простатоктомия. Это, вероятно, правда. Если посмотреть на результаты Менни-Меннена к 2018 году, то при сохранении рецевого пространства частота позитивных хирургических краев увеличивается, что является таким первым звоночком, однако не достигает статистической значимости. Ну, собственно, поживем-увидим. Собственно, диалог, который можно увидеть в том числе и в сети между Менни-Менненом и Ашошетом Тевари, следующий, что, значит, Газмин Меннен говорит о том, что я нынче апологет этой техники, на что Тевари говорит о том, что, ну, собственно, поживем-увидим, и первый вопрос – это вопрос позитивных краев как таковых. Тем не менее, что нового? Нового – это лучшее понимание анатомии шейки мочевого пузыря и апекса. С этим мы можем, наверное, согласиться. Роботические навыки совершенствуются, появляются новые методы и предложения в пределах роботической хирургии. Практически не прошивается, не клипируется дозальная вена. Я так понимаю, что в лопароскопической технике это моменты, безусловно, схожие. Внутритазовая фасция, если ты используешь нервосохранение, сейчас практически не рассекается, сохраняется полностью. По крайней мере, она не рассекается в качестве отдельного шага. Далее все равно ты мобилизуешь предстательную железу и тракцию в отношении внутритазовой фасции реализуешь. Поэтому и нервосбережение, и тракция, попытка отсипровывать предстательную железу внутритазовой фасции выполняется как единственный шаг. Ну, это все вещи, которые касаются уже роботической хирургии только как таковой. Ну и две иллюстрации, вернее, три иллюстрации различных техник. Это обычно отсипровывание пучка, как такового. Стандартное, видите, с тракционными элементами. Ну, в общем, тут все, собственно, понятно. И с достаточным сохранением стампа, как такового. Здесь функциональная длина врата достаточно велика. Это, собственно, второй пациент. Здесь сохранение вот этой вот вуали афродиты, как таковой, с максимальным сохранением элементов нейрональных по переднелатеральной поверхности предстательной железы. Опять же, в очень таком быстром стиле, в быстренной прокрутке. Ну, вот, собственно, то, что осталось. Вот все. И вот эта ниша для предстательной железы. И, наконец, передний рецеус сперринг, когда сохраняется вся предстательная железа. Ну, извините, все структуры, которые вокруг предстательной железы. Только, по сути, поперечный разрез. А далее выделение простаты, как таковой. Опять же, техника, которая требует тщания, особенно при, так сказать, каких-либо дорсолатеральных вопросах. Здесь легко, легко можно, так сказать, сочинить край. Ну, и, собственно, я имею в виду край нейтрогенный, позитивный, хирургический. Но, тем не менее, при этом, конечно же, это с точки зрения функциональной сохранности лучшее, что можно предложить на сегодня. Поэтому хочу сказать, что при любом исполнении радикальная простатоктомия – это сосудистая нервная операция, хирургическая травма – частая причина послеоперационного улучшения эректильной функции. Сохранение сосудистых нервных пучков коррелирует с самой эректильной функцией как таковой. Ну, и важны структурированные хирургические подходы и хирургические принципы, которые не должны быть, так сказать, контраргументом в отношении онкологических результатов прежде всего. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Сейчас, Сергей Ильич, еще вопросы. Вопросы, подождите, вот вопрос. Что касается положительного хирургического края, но я, в общем, сейчас же все мы, по сути, живем в онкоконсилиумах, потом назначаю не я, онкоконсилиум как таковой, где мы принимаем участие, безусловно. И если это позитивный хирургический край, то, на самом деле, мы будем беседовать с пациентом о неодевантной лучевой терапии. Еще вопрос, пожалуйста. Это всегда вопрос таких раздумий, пожелания пациентов в большинстве случаев понятны, сохранить потенцию, но эти пожелания далеко не всегда, так сказать, не всегда оправданы, поэтому нужно иметь аргументы для разговора. И вопрос по поводу frozen section. Это идет у вас в качестве науки или вы все-таки всем пациентам, будем так говорить, с высоким риском делаете frozen section? Нет, мы далеко не всем пациентам делаем. Это, в общем, селективная группа. Еще раз, я... Ну, то есть, научная работа ваша? Нет, всем подряд мы это, безусловно, не делаем. Не делаете? Нет. Но, тем не менее, группа относительно большая. Я думаю, что мы скоро представим результаты первые и ранние. Угу. Так, еще вопрос, пожалуйста, есть? Вопрос. Если все-таки получили позитивный хирургический край, как вы считаете, в какой период, как быстро необходимо начинать лучевую терапию, чтобы соблюсти хорошее качество континенции, чтобы это не навредило? В какой период вы бы отправили пациента? Как быстро? Ну, что касается, знаете, это определение одевантной терапии. Это, так сказать, там сроки от 3 до 6 месяцев появления пациента у лучевого терапевта. Вернее, начало наружной лучевой терапии. Но, что касается, навредило или не навредило, это навредит. Насколько это будет иметь клинические проявления, значимые для пациента, это, собственно, вопрос. А так, понятно, что даже современные варианты облучения при область, которая скомпрометирована уже хирургическим вмешательством, бесследно для пациента пройти не могут, наверное. И последний вопрос, Евгений Ильич. Вот это, я понимаю, что редкий случай такой. У больного выполнена трансфортуральная резекция предстоятельной железы. Выявлен рак. Он хочет, чтобы сделали радикальный простотами. Через какое время после трансфортуральной резекции возьмете его на нервосохраняющую операцию? Знаете, ну, Сергей Ильич, во-первых, я буду беседовать с пациентом по поводу того, что нервосохранение здесь может не получиться. Сколько, да, даже если вот мы в унисон будем над этим работать с пациентом, этого может не получиться. И по срокам, через месяц, через полтора-два. То, что касается сроков, ну, я думаю, что ранее, чем через два месяца, я его не возьму. Продолжение следует...